Электромагнитная волна, которую мы получили, мы выяснили, что электромагнитная волна распространяется со скоростью v, равная c делить на n, где c – это скорость света в бакууме, это единица на корень из епсилона нулевое, мю нулевое, а n – это показатель преломления, показатель преломления, который определяется как корень квадратный из епсилона мю. Для большинства веществ, которые прозрачны, ну подавляющего большинства веществ прозрачных, величина мю близка к единице. То есть, если мю примерно равен единице, то тогда показатель преломления находится как корень квадратный из диэлектрической проницаемости епсилона. Это вот у нас было в прошлый раз. И еще в прошлый раз мы получили энергетическую характеристику. Интенсивность мы ее назвали и определили как среднее значение модуля вектора Пойтинга. Интенсивность у нас оказалась прямо пропорционально произведению показателя преломления на квадрат напряженности электрического поля. То есть, мы ввели i как среднее значение модуля вектора Пойтинга. И он у нас оказался равным единице делить на z с ноликом. Показатель преломления на e в квадрате. e0 в квадрате. Кажется, делить на 2. Проверьте, так или так? Так? Такое или не такое? Так. Значит, интенсивность – это величина, которая связана с энергией, энергетическая величина. И мы ее нашли как, ну, с другой стороны, показали, что вот это величину можно найти как, ну, также среднее значение. Среднее значение от светового потока, от энергетического потока делить на площадь сечения, на которое она падает. Это вот интенсивность света. Ну, вот интенсивность электромагнитной волны связана с энергией. Значит, мы ввели еще вот так вот. При этом поток φ, у нас DW по ДТ. Это количество энергии, проходящее через площадочку в единицу времени. То есть можно еще таким образом вводить. Ну, вот в этом случае у нас рассматривалось падение электромагнитной волны перпендикулярно некоторой плоской площадочке С. Ну, далеко не всегда волна является такой вот плоской, далеко не всегда волна является плоской и падает перпендикулярно на площадочку. Очень часто источник является, ну, например, точечным или сферически симметричным. Ну, например, это, не знаю, лампочка или звезда где-то. И от него распространение происходит во все стороны, то есть образуя фронт волны сферический, например. Вот в таких случаях часто используют немножко другие величины, чем то, что я ввел вот здесь вот в качестве понятия интенсивности. Значит, базовым является понятие энергетического потока. Вот этот вот поток, на котором мы основываемся, это вот ключевое понятие. А из него уже строятся остальные величины, которые описывают наше световое или энергетическое излучение волны. Значит, строятся они так. Значит, вводится понятие, первым вводится понятие сила света. Сила света обозначается оно так же буквой I. Вот, к сожалению, будет путаница. Ну, то есть, интенсивность, понятно, интенсивность, как бы I, но вот сила света тоже обозначается I. Я сейчас просто индекс поставлю. Ну, давайте сделаем вот так вот. I с индексом E. И определим его как световой поток. Нет, простите, энергетический поток. Я сейчас иногда оговариваюсь. Надо говорить энергетический, потому что световой будет чуть-чуть другое. Энергетический поток делить на телесный угол, в котором он излучается. Ну, простой пример. Вот у нас источник. От него расходится вот такая вот волна. И тогда выделяем вот такой вот телесный угол, телесный угол омега. И сила света определяется будет как отношение энергетического потока к телесному углу, в котором происходит излучение. Вот первое понятие, которое нам будет нужно. Второе понятие, которое нам пригодится, это освещенность. Освещенность. Освещенность также будет энергетическая. И освещенность вводится, на самом деле, вот точно так же, как мы раньше чуть-чуть ввели слово интенсивность. Освещенность обозначается буквой Е. Е. И определяется как отношение светового потока, опять, энергетического потока, энергетического потока, к площади поверхности, на которой этот поток падает. Ну, можно даже так. ДФИ по ДС. Освещенное. То есть у нас есть источник. Источник. Есть какая-то поверхность. Вот у нас площадь этой поверхности. И ДФИ по ДС будет Е. Освещенность. Освещенность. Ну, вот, легко видеть, что наша интенсивность, введенная раньше, очень близка к вот этому понятию освещенности. Даже практически одно и то же. Фактически одно и то же. Ну, если у нас источник светит на поверхность, и эта поверхность как-то повернута под некоторым углом, под некоторым углом, то ну, опять вот у нас будет источник света, и вот у нас поверхность будет, вот как-то она ориентирована, так что ее нормаль не смотрит на наш источник. Вот это нормаль, это С. Тогда на вот эту вот поверхность будет попадать меньшее количество энергии, то есть световой поток уменьшится. по сравнению с вот таким вот случаем. Площадь одинаковая, но падать энергии будет меньше. Ну вот. Здесь просто вот эта величина станет меньше. То есть количество энергии, попадающей на эту штуку, в единицу времени. А, ну, потому что она много. Да, 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 да. Площадь одна и та же, и там, и там, С. И там, и там, С. А вот количество энергии станет уменьшаться. Ну, давайте поймем, как его выразить. То есть, на самом деле, это достаточно легко. Если мы возьмем величину силы света, энергетической силы света, то энергия, которая попадет на вот эту площадь, будет равна Фиен. будет равна ИЕ умножить на омегу. ИЕ умножить на омегу. Где омега – это телесный угол. Если у нас источник светит одинаково во все стороны, одинаково во все стороны, Ну, значит, такой источник называется изотропным источником. То есть, всюду, во все стороны, во все направления у нас идет одинаковое количество энергии. Тогда можно считать, что если у нас есть какой-то энергетический поток, который излучается самим источником, то энергетический поток будет Сейчас, секундочку. Давайте назовем это Фи с ноликом, а вот сюда попадает некоторое Фи. Тогда ИЕ будет равен Фи с ноликом делить на 4П. Фи с ноликом делить на 4П. На вот эту поверхность попадет если вот это расстояние какое-то Р маленькое, то на эту поверхность попадет Фи, равный Фи с ноликом делить на 4П. Р в квадрате умножить на С и на косинус угла альфа. На косинус угла альфа. 4ПР квадрат это площадь поверхности большой сферы радиуса Р маленькая. Ну, то есть вот если мы возьмем вот такую большую сферу, то весь энергетический поток распределится по поверхности большой сферы. Но понятно, что он не весь попадет на этот вот участок. На этот участок попадет только доля, которая пропорциональна площади, причем нормальной по отношению к вот этому Р маленькому. Это нормальная площадь. Это вот как раз С на косинус альфа. Это вот не считая на это как С перпендикулярной. Ну и когда мы берем отношение С перпендикулярное к площади поверхности сферы, это как раз та самая доля энергетического потока, который придет на нашу поверхность. Ну а теперь мы можем найти освещенность. Освещенность Е это Фи делить на С отношение энергетического потока пришедшего на площадочку к площади площадочки оно будет равно Фи с ноликом косинус альфа делить на 4П Р в квадрате. Но Фи с ноликом делить на 4П это не что иное, как энергетическая сила света, энергетическая сила света, создаваемая этим источником. И можно написать, что это Е энергетическая косинус альфа на Р в квадрате. Вот это будет освещенность данной поверхности. Но освещенность данной поверхности достаточно важная величина в том плане, что когда мы хотим например читать книжку, наши глаза способны воспринимать достаточно ну чтобы им было достаточно комфортно книжку и символы будут в этой книжке видны только в том случае, если освещенность достаточно велика. Если освещенность маленькая, ну слишком темно, глаза будут уставать, но если совсем маленькая, то вы вообще ничего не увидите и прочитать ничего не сможете. Вот. То есть чем больше освещенность, тем легче читать. Правда, если освещенность слишком велика, глаза будут резать и у вас возникнут уже сложности также с прочтением, просто потому, что слишком будет ярко. Итак, освещенность. Кроме освещенности вводится понятие энергетическая светимость тела. Энергетическая светимость обозначается буквой М, тоже энергетическая. Определяется она как поток излучаемый, ну вот, например, феноль энергетическая, отнесенный к площади поверхности излучателя. То есть здесь излучающая поверхность. Ну, для чего характерна такая вот величина и для чего ее удобно использовать? Предположим, у нас есть звезда, энергетическая светимость. вот у нас будет S звезды, это из S излучателя. Если мы отнесем энергетический поток к площади поверхности, мы получим энергетическую светимость, энергетическую светимость нашей звезды. Светимость. помимо светимости еще вводит еще одно понятие, которое называется яркость. Яркость. Вот бывает, что светимость не очень большая, а яркость большая. Или наоборот. Вот с чем это связано. Предположим, у нас есть достаточно маленький какой-то объект, очень маленький. Он излучает не очень много энергии, но он очень крохотный. и когда мы на него смотрим, глаз начинает резать. Предположим, вот такая ситуация возникает, если у вас есть, например, яркий светодиод. Энергия, которую он излучает, она невелика. но когда вы на него смотрите, глазам больно. Ну и вот вводится понятие для того, чтобы охарактеризовать восприятие таких объектов, вводится понятие яркости. Обозначается буквой L большое яркость и определяется она как отношение излученного энергетического потока к телесному углу, в котором происходит излучение. То есть это D F излученное делить на D омега, то есть к телесному углу, в котором происходит излучение. Ну опять же вот излучение происходит в каком-то телесном угле. Еще к площади поверхности излучателя, но не самого излучателя, а к площади поверхности, которая под которой виден излучатель, но при этом эта поверхность перпендикулярна направлению луча зрения. вот если перерисовать эту картинку, сейчас я попробую это сделать. Значит, вот у нас есть источник, вот у нас S поверхности, сейчас неправильно рисую, где у меня, вот у меня источник, это S источника, вот у меня здесь стоит глаз, глаз, и S, который у меня вот здесь будет фигурировать, это вот S перпендикулярная, вот сюда пишется S перпендикулярная, то есть это площадочка, под которой мы видим этот источник, то есть понимаем. Ну, можно, наверное, переписать. S перпендикулярная, она будет равно S на косинус угла альфа, S перпендикулярная, равно S косинус альфа. И тогда L будет равно D φ излучаемая делить на D омега и D S просто и на косинус угла альфа, который сидит в знаменателе. вот таким образом определяется яркость. Яркость. Ну вот все, что здесь было, введено, это энергетические величины. Это энергетические величины. но кроме энергии, которая приходит, мы же на самом деле даже воспринимаем это не совсем энергию. Мы воспринимаем то, что способен из всего потока энергии вычленить наш глаз. Когда мы взаимодействуем с оптикой, вот вы смотрите, видите окно. Ну окно где-то там белое, где-то там что-то проходит через него, но на самом деле наш глаз воспринимает далеко не весь диапазон световых лун, которые проходят через это окно. Помимо видимого света есть еще ультрафиолетовый свет, есть еще инфракрасный. Они тоже проходят, но мы их не умеем чувствовать. Для того, чтобы охарактеризовать способность восприятия глаза вводится в понятие спектральной чувствительности глаза. Я его нарисую. Вот здесь будет длина волны. Ну и вот здесь у нас будет фиолетовый какой-то, а здесь будет красный. красный. Где-то посерединке зеленый. Лучше всего глаз чувствует при дневном освещении, он лучше всего воспринимает волны с длиной близки к зеленому свету. Ориентироваться можно примерно на 555 нанометров. Вот здесь вот лямбда 555 нанометров. если у нас происходит смещение длины волны к краю к фиолетовому или красному свету глаз воспринимает эти цвета хуже. То есть он менее чувствительен к фиолетовому и красному. И одна и та же энергия приходящая на длине волны 555 нанометров и на длине волны скажем 400 нанометров которые соответствуют синему или фиолетовому свету. Вот здесь граница где-то. а здесь где-то 700 780 800 нанометров. Вот одна и та же энергия приходящая вот на этот диапазон и вот на этот диапазон будет глазом восприниматься по-разному. Глазу будет казаться что менее ярко при одной и той же энергии будет фиолетовая или красная составляющая. вот эта чувствительность глаза причем да еще нужно сказать что вот эта функция чувствительности она справедлива для дневного освещения днем глаз устроен так что в нем есть два вида рецепторов это колбочки которые ответственны за дневную чувствительность дневное восприятие и палочки которые ответственны за ночное восприятие за ночное зрение так вот для ночного восприятия характеристика чуть-чуть уная она вот так вот сдвигается немножко в сторону фиолетовых тонов то есть лучше воспринимаются синие тона наиболее коротковолновые вот эта кривая нормируется на язвенечку и в качестве язвенечки берется чувствительность чувствительность на длине волны 555 нанометров ну и дальше если мы хотим узнать а что воспримет глаз наш глаз в качестве прибора наблюдения использован для наблюдения то он на самом деле воспримет отнюдь не вот эти энергетические величины каждый из этих величин окажется умноженной на соответствующую чувствительность глаза в данном диапазоне длин волны поэтому вводит понятие световых величин вот у нас был энергетический поток вот интенсивность энергетическая поток энергетический а вводит понятие светового потока я напишу только для потока обозначает фи в вот так и пишет что это интеграл от лямбда минимум до лямбда максимум от лямбда фиолетового до лямбда красного от фи энергетического от лямбда умножить на в от лямбда до лямбда вот так то есть глазом будет восприниматься вот такая вот величина ну понятно что она будет прямо пропорционально величине энергии но но за счет того что есть распределение чувствительности мы будем ну иметь некоторую другую другое значение точно так же как энергетический поток и световой поток будут связаны энергетическая сила света и просто сила света будет значит можно ввести давайте напишем фи в можно ввести ай в то есть силу света можно ввести можно ввести освещенность можно ввести светимость то есть это будут все световые величины то есть каждый из них вот так вот интегрируется с функцией чувствительности глаза кстати если бы это был бы не глаз а какой-то прибор ну например какой-то футовомножитель или что-то подобное то здесь была бы функция чувствительности этого футовомножителя или этого прибора будет немножко тогда отличающиеся значения от того что давал бы нам глаз ну вот например если взять мобильный телефон в мобильном телефоне стоит датчик который умеет измерять ну так же интенсивность и освещенность ну например в области камеры так вот этот датчик который стоит на мобильном телефоне он имеет более широкий диапазон чувствительности чем человеческий глаз он зачастую ловит еще и в ближнем инфракрасном ну и в ближнем ультрафиолетовом диапазоне ну и с помощью мобильного телефона например иногда можно увидеть инфракрасное излучение хотя глаз не ловит а мобильный телефон это дело засекает и отображает там стоит фильтр но диапазон чувствительности датчика чуть-чуть больше то есть вот с помощью мобильного телефона можно засечь некоторый кусок инфракрасного диапазона то есть это вот есть он дает не нулевую интенсивность в инфракрасном то есть глаз не видит а вот телефончик видит вот ну вот теперь вот эти величины имеют свои единицы измерения свои собственные единицы измерения которые называются световыми единицами световыми единицами я их последовательно перечислю последовательно перечислю итак сила света сила света определяется в канделлах это вот канделла кэндл по-английски свеча ну и раньше лампочки были лампочки накаливания говорили вот 100 ватт лампочка а иногда говорили 100 свечей ну и вот сила света измеряется вот в таких единицах для канделлы для канделлы есть стандартное определение я его прочту запоминать его не нужно но просто чтобы вы представляли значит определение такое одна канделла это сила света источника испускаемого испускающего в заданном направлении монохроматическое излучение частотой 540 на 10 в 12 степени герц энергетическая сила света которого в этом направлении составляет одну 683 ватта делить на стеродиан то есть смотрите как строится эта величина в ваттах фи если мы разделим на 4 пи получим ватт на стеродиан на отношении потока к углу дальше берем 1683 это ну просто некоторое число которое удобное которое стандартизировано выделяем узкий спектральный диапазон вот где-то вот здесь на 540 540 540 гига нет 540 терагерц терагерц и на 540 терагерцах мы смотрим какая будет сила света так вот если это взять такой источник то мы получим одну канделу примерно он соответствует одной свече если взять свечку поставить ее то будет примерно одна кандела ну понятно что здесь современная физика она жестко стандартизована и не годится сравнивать всякие источники с таким нестабильным источником как свеча но сравнивают вот с таким четким определением дальше исходя из этой вот кандела она берется в качестве основной вводит понятие светового потока теперь световой поток можно определить как произведение силы света на телесный угол это айвэ умножить на омегу и измеряться он будет в люминах лм люмин который равен канделла умножить на стеррадиан люмин это канделла умноженная на стеррадиан теперь освещенность освещенность у нас определяется как поток отнесенный к площади соответственно у освещенности будет единица измерения люксы лк которая будет находиться как люмины лм делить на квадратные метры люкс это люмин делить на квадратный метр можно встретить такое название прибора который определяет освещенность люксметр люксметр еще одна величина это энергетическая светимость энергетическая светимость но по размерности можно увидеть здесь поток делить на площадь здесь тоже поток делить на площадь поток делить на площадь это люмин делить на квадратный метр здесь будет тоже люмин делить на метр квадратный но его уже не называют люксом то есть вот это просто люмин на квадратный метр то есть люкс используют для освещенности а для светимости используют люмин на метр квадратный В чем-то, наверное, эта терминология похожа на то, как используют единицы измерения в частотах. Если мы имеем циклическую частоту, пишут это единицы делить на секунду, или просто секунды в минус первой. А если мы имеем обычную частоту, это тоже единицы на секунду по размерности. Но ее называют герцем. То есть герц – это обычная частота, а омега-циклическая частота, которая в два пир раза отличается от обычной частоты, она используется секундой в минус первой, но не используется термин герц. Вот так и здесь. Для освещенности используется термин люкс, который люмен на квадратный метр, а для светимости просто люмен на квадратный метр. Вот так вот. Значит, вот это система световых величин, которая используется для анализа света, приходящего к нам. Теперь давайте посмотрим на следующее. Мы научились определять и характеризовать то, как у нас освещена поверхность какая-то. Но теперь давайте научимся определять, а как, ну скажем, либо изменить освещенность поверхности, либо каким образом изменить направление распространения света. Вот раздел оптики, который занимается распространением электромагнитных волн. Если пренебречь, собственно, волновыми свойствами света, которые мы потом отдельно будем излучать, а рассматривать свет просто как набор лучей, которые куда-то там идут, это такой раздел, но есть название геометрическая оптика. Геометрическая оптика. Геометрическая оптика. Геометрическая оптика основана на идее, которая была предложена французским физиком, видимо, и математикам тоже, Ферма. И идея, но есть название принцип Ферма. Принцип Ферма. Принцип Ферма. Заключается принцип в том, что распространение света происходит по таким траекториям, который минимизирует, или же, наоборот, максимизирует время распространения света из одной точки в другую. То есть, Т имеет экстремум. Время распространения имеет экстремум. Этот экстремум реализуется локальный, то есть, могут быть несколько лучей света, которые приходят в данную точку, и вблизи каждой из возможных траекторий есть локальный либо минимум, либо максимум. Чаще всего минимум, но есть случаи, когда реализуется максимум. Достаточно редко, но есть. Обоснование этого принципа Ферма, оно достаточно глубоко. То есть, мне нужно было бы, чтобы его вывести, вывести уравнение Эй-канала, ну или же на основе какого-то соответствия с принципом наименьшего действия, который реализуется в механике, использовать. Я это делать не буду, ну просто вот сформулировал этот принцип, как некоторый, ну в чем-то может быть даже постулат, некоторый постулат. Ну и вот на нем мы будем основываться. Если хотите где-то более подробно, то рекомендую залезть в учебники и посмотреть это в учебниках, причем уровня классических университетов, ну типа учебника Сивухина или чего-то подобного. Итак, давайте поймем, как будет происходить распространение света. Предположим, у нас есть просто пустое пространство, и есть две точки. Вот одна, в которой находится источник, а вторая, в которой находится приемник, то есть глаз. От источника к этому приемнику свет идет по траектории, которая минимизирует время, то есть по прямой линии. В однородных средах распространение происходит по прямой. Если же среда неоднородна, то в нем будет меняться, в зависимости от траектории будет меняться время, и свет будет выбирать траекторию, которая минимизирует это время. Давайте это мы сейчас каким-то образом формализуем. формализуем. Если у нас есть какая-то электромагнитная волна, которая описывается, ну мы писали либо Е, либо H. У нас была напряженность полиэлектрического, напряженность полиомагнитного. Но поскольку у меня здесь под Е уже занята буква, под освещенность, я напишу какую-нибудь другую букву, которая объединит у меня и Е, и H. Ну, скажем, пускай у меня есть какое-то U. U, которое равно, ну, например, U с ноликом, Е в степени и K на R минус омега Т. Вот, пускай у меня есть вот какая-то такая вот волна. Под U я сейчас понимаю напряженность либо электрического, либо магнитного поля, либо индукцию. Они все пропорциональны. То есть любая функция. Преобразуем немножко вот эту вот степень. То, что стоит в скобочках, носит название фазы волны. Мы об этом говорили. Фи это K на R минус омега Т. Но довольно часто вместо фазы используют чуть-чуть другую запись. Преобразуют фазу. Преобразуем. это K на R на косинус угла между ними. Скалярное произведение. Минус омега Т. Но R на косинус альфа это фактически проекция вектора R на вектор К. Ну это R в проекции на вектор К и я его назову L. То есть если у меня есть распространение то вот маленький кусочек у меня по К а если я R с индексом К вот у меня будет как раз наша L. И получу K на L на косинус на К на L минус омега Т. К это омега делить на скорость омега делить на скорость а скорость у нас уже была вот она это скорость света в вакууме делить на показатель преломления среды будет омега делить на С умножить на показатель преломления Если у меня волна монохроматическая, у нее одна единственная частота, то омега делить на С у меня будет постоянной величиной, обозначу его косноликом. Ну и умножить на показатель преломления. Косноликом – это омега делить на С. Это волновое число в вакууме. Соответственно, волновое число в среде равно волновому числу в вакууме, умноженному на показатель преломления. Можем подставить выражение для фазы. И тогда φ равно Косноликом умножить на показатель преломления на L. И минус омега Т. А теперь давайте это Косноликом вынесем за скобочку. Будет Косноликом. Н на L минус омега делить на Косноликом Т. Ну а омега делить на Косноликом... Вот, смотрите, у нас Косноликом – это омега делить на С. Значит, омега делить на Косноликом – это не что иное, как скорость света, С. И получится, что выражение для фазы у нас стало К0 НЛ минус ЦТ. НЛ минус ЦТ. Поехали! ПОЦИИТСКОН Essentials Итак. Ну вот, довольно удобно преобразовать вот теперь это выражение. Запишем U, равное U с ноликом, E в степени минус I омега t, ну или в минус I ct, вот эта вот составляющая, и на E в степени I, k с ноликом n на l. Вот это произведение n на l, произведение n на l называют эйконал. Ну давайте назовем его эль, вот так вот, эль большое, правда эль у меня была освещен, яркость, но не будет. Думаю, что не страшно. n на l. Если у нас однородная среда, то эйконал просто равен произведению показателя преломления на длину луча, который проходит этот луч в среде. Если же, если же у нас среда неоднородна, то есть n может зависеть от, меняться от точки к точке, то тогда, если n зависит от R, тогда напрашивается ввести ей канал как интеграл от n, ну давайте, от L, dL. Этот интеграл берется по кривой, по которой движется свет. Интеграл берется по L. Если волна прошла расстояние L, то время, которое требуется волне пройти это расстояние, будет равно, назовем его дельта Т, равное L делить на V, делить на скорость распространения волны, или же L делить на С умножить на n. А отсюда следует, что экстремум дельта Т, ну, например, дельта Т минимально, при условии, что L умножить на n тоже минимально, потому что С это константа. Таким образом, минимизируется, ну, или максимизируется, в более редких случаях, минимизируется или максимизируется эйконал. Вот этот вот самый эйконал. То есть и так, и так может быть. Можно, наверное, сказать, что если начальная фаза равна нулю, ну, вот если так ввести, то эйконал представляет собой эйконал представляет собой оптическую длину пути. То есть минимизируется оптическая длина пути. Вообще говоря, более строго было бы ввести вот сюда еще начальную фазу и сказать, что в эйконал входит еще начальная фаза. Но я не стал это делать, потому что, в общем-то, начальная фаза добавляет только какую-то константу постоянную. Если вы имеете минимум функции, то добавка константы ничего не изменит. Она просто сдвинет эту функцию, а минимум будет и так, и так одинаковым. Поэтому эйконал в нашем определении оказался равным оптической длине пути, и она будет минимизироваться. К чему это приводит? Ну, самый первый факт, который у нас... Когда есть, например, граница раздела двух сред. И при падении света на границу раздела двух сред происходит два явления. Одно явление – отражение, а другое явление – преломление. Преломление. Так вот, при наличии отражений, отражающей поверхности, вот у нас источник, а вот у нас глаз. Луч света придет к глазу, в том случае, если время минимизируется. Ну, а когда будет время минимизироваться? Если мы пустим луч куда-нибудь сюда и вот сюда, он очевидно будет идти дольше, чем в том случае, если мы отзеркалим и получим одну прямую. Прямая – это кратчайшее расстояние между двумя точками. Получается, что здесь вот эти два треугольника будут очевидно равны, ну и получается, что угол падения и угол отражения будут равными. То есть мы получаем закон отражения. Альфа равно гамма. Закон отражения. При этом, при этом падающий луч, луч отраженный и нормаль к плоскости поверхности лежат в одной плоскости. Это закон отражения. Угол падения равен углу отражения. Второе следствие. Закон преломления. Закон преломления. Падает луч и преломляется. Вот у нас источник. Вот у нас наблюдатель. Здесь альфа. Здесь бета. Но видно, что здесь уже не одна прямая. Прямая дорушена. Но будем считать, что здесь у нас какой-то N1, а здесь у нас какой-то N2. N1 и N2. Два разных показателя преломления. Соответственно, скорости у нас будут различаться. Экстремальность нашего реканала или оптической длины пути означает, что экстремум реализуется, когда производная близка к нулю. Когда производная равна нулю. Что значит производная равна нулю? Если мы построим какой-то луч, идущий вблизи этого, то изменение времен, которое будет проходить свет от этой точки к этой, для этих лучей будет одинаково. Это производная, поскольку задержка одинакова для этих двух лучей, то изменения нету, а производная будет ноль. Вот так вот можно построить. Вот какой-то такой еще один лучик, который идет рядом с нашим экстремальным. Вот этим вот. И вот этот вот участок я сейчас перерисую покрупнее, иначе его очень плохо видно. Здесь у нас альфа. Альфа. Здесь у нас бета. Соответственно, вот этот вот бета. А здесь вот у нас 90 минус альфа, значит, этот альфа. Этот угол будет 90, и этот угол будет 90. Перпендикулярными вот этим вот я обозначил волновые фронты. Волновой фронт, кстати, хорошо бы дать его определение. Волновой фронт по определению. Волновой фронт по определению. Это поверхность, на которой и канал, и канал остается постоянным. Волновой фронт, это поверхность. Поверхность, на которой и ль равно константе. Ну вот если у нас приходят сюда волны, то для каждой волны расстояние от этой точки вот до оптической длины вот этого хода, от этой точки вот до этих точек будет одинаково. Соответственно, это фронт волны. Ну и найдем разность времен. Здесь, вот на этом участке, он движется, у нас показатель n1, здесь n2. И если вот это d, то d на синус альфа, d умножить на синус альфа, это вот этот отрезок умножить на n1, должен быть равен вот этому отрезку, вот этому отрезку. d синус бета равно d синус бета умножить на n2. Это вот и канал в верхней части, а вот это и канал в нижней части. Ну то есть оптическая длина вот этого участка и вот этого участка. Вот это l1, а вот это вот l2. Экстремальность означает, что l1 равно l2. d можем сократить. Ну и получаем, что синус альфа к синусу бета равно n2 к n1. Это закон Снеллиуса или закон преломления. Закон преломления. Ну где будут использоваться такие законы? Ну, во-первых, закон отражения, то, что угол падения равен углу отражения, используется в всевозможных зеркалах. Но принципы построения изображений в зеркалах вам наверняка хорошо известны. Они в школе проходились. Берем, строим симметричную точку, и это будет мнимый источник, проводим прямую. Но он представляет интерес здесь зеркала не обязательно плоские. Зеркала бывают более сложной формы. Вот если у нас есть какой-то параллельный пучок лучей, параллельный пучок лучей, то мы можем создать зеркало, которое соберет этот пучок лучей в одной точке. Вот так, в одной точке. Такая точка, в которой собираются лучи. Но есть название фокус. 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 Ну а положение этой точки ну и собственно форма поверхности могут быть получены из принципа минимизации канала. То есть для оптического оптической длины пути. Как это получить? Если мы рассмотрим вот эту вот кривую, такая кривая, для которой угол падения будет равен углу отражения. Вот так вот. То есть вот такое вот зеркало. Эти углы одинаковы. И нам нужно, чтобы в каждой точке вот этот закон отражения давал бы нам такой луч, который попадает в одну и ту же точку. можем рассмотреть. Можем сказать вот что. Что такой вот поверхностью, которая собирает все лучи в одну точку, будет параболическая поверхность. Значит, это парабола. парабола – это если смотреть в разрезе, а если в объеме, то такая поверхность носит название параболоид. Ну, почему парабола? В геометрии вводится парабола, вам, наверное, на математике вводили по-разному. Кому-то в виде какой-то кривой второго порядка, ну, игрок равно ах квадрат плюс bx плюс c. Но можно в геометрии ввести иначе. Как геометрическое место точек, равноудаленных от фокуса параболы и от прямой. Прямая называется директриса, ну, а, соответственно, фокусы – это фокус параболы. Вот где-то здесь будет прямая. Так вот, такая вот равноудаленность как раз и означает, что у вас вот здесь вот вот если мы будем пускать параллельный пучок лучей, параллельный пучок лучей, вот здесь вот это расстояние будет равно вот этому расстоянию. Для каждого из лучей равенство вот этих вот расстояний обеспечивает нам экстремальность нашего ай-канала. ну, то есть для каждого луча будет выполнено вот это. Расстояние будет всюду одинаковое. Ну, то есть сюда одно и то же. параболуид, параболическое зеркало собирает все лучи в одну точку. Причем параллельные лучи. Параллельные лучи. Если у нас лучи не параллельные, а, например, расходящиеся, расходящиеся, то потребуется другая фигура, другая фигура, которая называется эллипс, ну, или в трехмерном случае эллипсоид. у эллипса два фокуса. Два фокуса. Если мы в один фокус поместим источник света, а во второй фокус поместим глаз, глаз, то все лучи, отразившиеся от поверхности этого эллипсоида, будут собираться из одного фокуса в другой. Причина по определению эллипс это геометрическое место точек, у которых постоянно сумма расстояний от одного фокуса до другого. То есть вот это L1 плюс L2 равно константе. И вот это постоянство обеспечивает нам минимизацию нашего эй-канала. То есть чтобы собрать из одной точки в другую, нам необходимо сделать эллиптическое зеркало. Это идеальный вариант. Идеальный зеркал. последнее. Если у вас есть сходящиеся лучи, сходящиеся лучи, вот они как-то сходятся, то их также можно собрать, но используя уже гиперболическое зеркало. Гиперболоид. На практике вот такие вот эллиптические, параболические зеркала используют. Используют в телескопах. Используют в телескопах. Отливают зеркало, которое представляет собой практически идеальный параболоид. И дальше это отлитое зеркало используют для сбора лучей от далеких звезд. Это если зеркальный телескоп. Или телескоп рефлектор. Рефлектор. Для того, чтобы такое зеркало отлить, я расскажу про технологию, которая раньше использовалась. Я не знаю, как сейчас так же или не так же, но сделали, когда делали большое зеркало, делали следующее. Создали большую-большую центрифугу. Вот так вот вращающийся стол. залили, сделали круглую такую чашку. Чашку залили туда жидкое стекло. И эту центрифугу медленно-медленно вращали. Вращали очень-очень-очень долго. Когда какой-то стакан вращается, у него поверхность жидкости в этом стакане формируется практически строго параболическая. Это форма вращающейся поверхности. Наверное, размешивали чай в чашке. Вот там как раз получается такая вот парабола. там не точная парабола, потому что там есть трение о стенке. А если вращать целиком стаканчик, то получается практически идеальная парабола в виде поверхности. Ну и вот такое вот зеркало, которое было залито и неправильно вращалось, оно постепенно остыло. Остывало оно, насколько я знаю, несколько месяцев. Месяцев. Это было сделано для того, чтобы точность была наиболее высокая, и чтобы оно при застывании стало однородным. То есть остужали очень медленно, очень постепенно. Но в конце концов получили практически идеальную параболу. Затем это стекло еще раз отшлифовали, посеребрили, и получилось зеркало для большого рефлектора, для большого телескопа. Вот так вот делали зеркала. Как вот сейчас, не знаю, возможно, сейчас просто на каких-нибудь станках просто из плоского образца полируют, шлифуют. Ну, трудно сказать. может быть так же. Может быть так же. Вот. То есть так делают параболические зеркала. Бывает, делают зеркала более простые. Все-таки идеальную параболу получить не очень легко. А проще получить не параболу, а кусок сферы. Тогда вблизи вблизи вершины параболы можно приблизить ее уже сферической поверхностью. Тоже кривая второго порядка, и расхождение будет не очень велико. Но сферическая поверхность, сферическое зеркало, оно тоже будет собирать лучи. Но оно будет собирать лучи не в одну точку, а в пятнышко. Вот это явление, когда получается пятнышко вместо точки, носит название сферическая аберрация. Сферическая аберрация. Сферическая аберрация. Ну можно поступить еще интереснее. Можно сделать сферическое зеркало, которое сделать проще, чем параболическое. А вот куда-нибудь сюда поставить еще одно зеркало, которое будет иметь сложную форму, но оно будет маленькое. Его будет не несколько метров, а то и десяток метров, а какое-нибудь маленькое зеркало сложной формы, которое эту сферическую аберрацию скорректирует. Ну и уже скорректировав, выведет лучик куда-нибудь наружу, куда можно поставить какую-нибудь камеру, чтобы уже делать снимки. сферические зеркала как приближение к идеальному параболоиду. Приближение. Это зеркала. наряду с зеркалами для изменения направления лучей используют линзы. Линзы. Ну опять же в случае линзы идеальная поверхность, которая собирает лучи, параллельные лучи в точку является параболическая поверхность. Однако параболическая поверхность опять же сделать не всегда легко, поэтому удовлетворяются сферической поверхностью линзы. Но сферическая поверхность линзы приближена к параболоиду, к идеальному параболоиду, только в небольшом участке, не очень далеко от оси этой линзы. Вот линза. Если у нас есть какой-то параллельный источник света, то после преломления лучи будут собираться в некоторые точки. И эта точка называется фокусом линзы. Фокусом линзы. Так вот, для сферических поверхностей линз корректное получение изображения, которое близко к точке, оно реализуется только в том случае, если у нас лучи идут вблизи вот этой главной оптической оси линзы. Вблизи главной оптической оси. Ну и в этом случае говорят, что используется параксиальное приближение. Параксиальное приближение. параксиальное, то есть вблизи оси. Для таких линз, для таких линз, да, кстати сказать, так же, как и для зеркал, для зеркальных поверхностей, которые собирают, можно получить формулу линзы. Ну, формулу тонкой линзы или тонкого зеркала. тонкой это значит, что у нас вот мы выделили только маленький участочек вблизи вот этой вот оси. То есть там, где нету существенного загиба и где нету существенного утолщения. вот эта формула тонкой линзы, наверное, вам хорошо знакома со школы. Я ее просто здесь воспроизведу. Закон такой. Единица делить на D плюс единица делить на F равно единица делить на F большое. F большое это фокусное расстояние линзы. F большой это фокусное расстояние линзы. Расстояние от центра линзы до фокуса. D маленькая и F маленькая это расстояние до предмета и до изображения. линзы. эта формулка получается достаточно легко из геометрии, если рассмотреть вот такие треугольники и написать для них какие-нибудь теоремы подобия. в случае линзы в случае линзы если линза собирающая то D отсчитывается ну скажем условно в одну сторону от линзы а изображение расстояние до изображения считается положительным в другую сторону от линзы. если же у вас зеркало зеркало то D считается расстояние от вот этой вот точки а F маленькое расстояние от вот этой вот точки тоже от вот этой точки соответственно F большое оказывается между ними и в случае зеркала в случае зеркала F большое равно R пополам где R это радиус кривизны линзы радиус кривизны зеркала если же у вас линза и у нее показатель преломления N а у среды показатель преломления N с ноликом то F большое в случае линзы будет находиться так N к N с ноликом минус 1 единица делить на R1 плюс единица делить на R2 R1 и R2 это радиус кривизны поверхностей линзы R1 и R2 это радиус кривизны поверхностей линзы так сейчас прошу прощения единица на F единица на F конечно единица на F при этом R1 отсчитывается влево от линзы а R2 отсчитывается положительное значение вправо от линзы может быть линза не двояково упуклая а с какой-то стороны вогнутая а может быть даже с двух сторон вогнутая если линза вогнутая то R1 и R2 будут отрицательны но со стороны вогнутость ну и если линза где-то вогнутая то единица на R1 плюс единица на R2 может оказаться отрицательным или же может быть так что R1 и R2 положительные но при этом показатель преломления линзы меньше чем показатель преломления среды N с 0 ну например сложили два стеклышка сферических тонких и погрузили эту систему в воду внутри воздух показали преломление единица а у воды показатель преломления примерно 133 примерно 4 треть соответственно вот это будет меньше единицы множитель будет меньше нуля и фокусное расстояние в этом случае окажется отрицательным 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 отрицательность фокусного расстояния приведет к тому что в правой части здесь будет величина меньше нуля ну а если в правой части меньше нуля то даже если D ну скажем больше нуля то единица на F должно быть меньше нуля это значит что изображение оказывается не за линзой а перед ним такое изображение называется мнимым изображением мнимым изображением и в этом случае лучи к нему не сходятся а от него расходятся то есть получается расходящийся пучок лучей ну а линза в этом случае носит название рассеивающей линзы вот такая вот линза вот у нас источник вот у нас лучи они преломляются и расходятся а собираются в одну точку продолжение этих лучей то есть расходящийся тогда D у нас больше нуля а F у нас меньше нуля ну и соответственно F большой тоже меньше нуля Ну и теперь еще одно вот мы говорили что для телескопа телескопы делают на основе параболического зеркала, но можно сделать телескоп не на основе зеркала, а на основе линзы. И это будет так называемый телескоп рефрактор, то есть бывает телескоп-рефлектор, рефлектор-отражатель зеркальный, а бывает телескоп-рефрактор. Ну, на принципе, телескопы рефрактора, то есть телескоп с линзами Строятся не только телескопы, но и бинокли довольно часто Строятся подзорные трубы, подзорные трубы, зрительные трубы Ну и делаются они таким образом Первая линза побольше Вторая линза Лучи после первой линзы собираются в фокусе Попадают на вторую линзу Я даже могу сделать ее немножко поменьше И дальше идут тоже параллельно Смотрите, что произошло Здесь диаметр D1, а здесь диаметр D2 Вот это расстояние фокусное F1, а здесь фокусное расстояние F2 До второй линзы Такое устройство Собрало параллельный пучок лучей С площади, ограниченной вот этим вот Диаметром D1 Соответственно, количество энергии, которое попало на эту поверхность Оно пропорционально площади Вот это энергетический поток Значит, если мы возьмем освещенность Умножим на площадь, получится поток энергии Количество энергии Ведницу времени И потом Эти лучи собрались И вышли уже снова в виде параллельного потока Параллельного пучка Но через меньшую площадь Через меньшую площадь Через площадь с диаметром D2 То есть в глаз у нас Попало Количество энергии В отношении площадей раз больше Ну и таким образом мы можем увидеть Объекты, которые Имеют гораздо меньшую Яркость Гораздо меньшую яркость Вот Но можно ввести увеличение Гамма обозначается И определить его как отношение D1 к D2 Ну или же Как отношение F1 к F2 Из подобия треугольников Ну вот это принцип действия телескопа Телескопа или подзорной трубы Ну и теперь Чтобы еще Чтобы наверное Подытожить разговор о геометрической оптике Я хотел рассказать еще об одном эффекте Значит вот здесь вот У меня специально сохранен Закон преломления Закон преломления Вот у меня есть граница раздела двух сред На нее падает волна И преломляется Но что будет если у меня здесь N1 здесь N2 И что будет если у меня N2 Меньше чем N1 Тогда по этому закону Синус бета должен быть больше Чем синус альфа Синус бета Равен N1 к N2 Синус альфа То есть в этом случае У меня луч Будет идти Под большим углом Под большим углом Может быть Такая ситуация Что Угол бета Окажется равным 90 градусов То есть если мы будем увеличивать угол альфа Увеличивать угол альфа А N1 к N2 У меня больше Единицы Больше единицы Тогда может возникнуть такой угол При котором Бета Равно 90 Синус бета Синус бета Равен Изничке И тогда Этот угол будет определяться Как Синус альфа Равный N2 к на 1 При этом Во вторую среду Во вторую среду У нас Луч Выходить не будет Он будет идти параллельно границе То есть луч пойдет вот так Из вот этого Мы получим вот это А если мы будем еще увеличивать угол альфа То возрастание угла альфа Это вот можно альфа критическое какое-то А если мы еще больше сделаем альфа То получим вот такую ситуацию А здесь Здесь Внутри Во вторую среду попадать вроде бы ничего не будет А давайте поймем А действительно ли туда во вторую среду ничего не попадает Волна которая у нас имеет место Как в первой так и во второй среде Описывается законом У равно У 0 Е в степени И К С 0 Н на Л Ну минус Вот так вот Вот такая волна И вот это вот Н на Л Мы получали каким образом Мы писали что К Скалярно умножить на Р Равно К На модуль Р На косинус угла между ними На косинус угла между К и Р Вот так Давайте сейчас чуть-чуть по-другому подойдем Введем систему координат Назовем это Y А вот это X Тогда К на R Это КХ на Х Плюс KY на Y Или же Или же К с ноликом Н Ну-ка с ноликом можно вынести Н на Х Плюс Так и на косинус угла Плюс N На Y На косинус Альфа-Игрок Так Я чувствую что время закончилось Да? Правильно? Так Хорошо Значит запишите это И в следующий раз с этого места начнем У нас И sk Субтитры сделал DimaTorzok Далее Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...